С лета текущего года сердечник Карачаева Черкесии будут бесплатно обеспечиваться необходимыми медикаментами. Это стало возможно после вступления республики в специальную федеральную программу, разработанную Минздравом России. Ожидаемый эффект от ее реализации – выраженное снижение смертности от сердечно-сосудистых патологий. Ранее кардиологические пациенты получали бесплатные лекарства только в стационаре. Теперь же они станут доступны и при амбулаторном лечении. Рецепты и список препаратов больной будет получать одновременно с выпиской из истории болезни. Расходы аптек будут компенсированы государством. Стоит отметить, что это будет индивидуальный список. Он будет зависеть от диагноза пациента и проводимого лечения. Всего же в перечень препаратов входит 23 наименования. А право на их получение будут иметь больные с диагнозами нестабильности на кардио, острый или повторный инфаркт миокарда и другими формами острой ишемической болезни сердца. Отметим, что жители Карачаева Черкесии бесплатные лекарства смогут получать примерно с лета текущего года. После вступления в реализацию в федеральную программу и выделения денежных средств на ее реализацию. Более подробнее об этой программе нам рассказала заместитель министра здравоохранения Карачаева Черкесской республики Тамара Кипкеева. Основным целевым показателем национального проекта здравоохранения 2019-2024 год является снижение показателя смертности, общей смертности населения по Российской Федерации, в частности в каждом субъекте. Заболевания, которые имеют больший вклад в смертность, на первом месте это сердечно-сосудистые заболевания, на втором онкологические заболевания. И, соответственно, основное внимание было уделено на эти два профиля. То, что касается онкологических заболеваний, дополнительно выделяется тысячу рублей на каждый случай, выявление у пациента и подтверждение онкологического заболевания, а по сердечно-сосудистой системе тоже есть новшества. Приняты определенные шаги к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И самое главное, это выделение из федерального бюджета и из республиканского софинансирования финансовых средств на лекарственное обеспечение больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях. С 2020 года бесплатные лекарства получат те пациенты, которые перенесли острые сердечно-сосудистые нарушения, инсульты, инфаркты, острый коронарный синдром, а также операции на сердце. При этом бесплатные лекарства будет получать пациент в течение двух лет с момента начала этого сосудистого заболевания. Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан законопроект и предоставлены условия, на каких данные объемы финансовых средств будут доведены до субъектов. В нашем случае для Карачаева Черкесской Республики выделены средства в объеме 27,39 миллиона рублей на вышеперечисленные категории пациентов. Но приобретаться будут не все препараты, а Министерством здравоохранения определен перечень препаратов, лекарственных препаратов, которые пациент имеет право закупить. Это препараты антигипертензивные, это статиновая группа препаратов, это препараты группы ацетилсалициловой кислоты, в состав которого входит ацетилсалициловая кислота. Министерством здравоохранения Карачаева Черкесской Республики подготовил нормативно-правовой акт, в котором четко обозначена категория пациентов, которые должны получать эти препараты, наименование препаратов по международным непатентованным наименованиям. Поэтому, придя в аптеку, пациент может получить препарат только по международному непатентованному наименованию, а не по коммерческому. А коммерческих наименований бывает гораздо больше. Препараты получают в течение двух лет, и это поможет предотвратить развитие повторных осложений при перенесенных инфарктах, инсультах и острых коронарных синдромах, а также предотвратить эти сосудистые катастрофы у больных, страдающих хронической сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью и другими сердечными сосудистыми заболеваниями. Больные должны состоять обязательно на диспансерном учете. Тем самым мы достигнем снижения осложнений, снижения смертности, снижения инвалидизации по профилю сердечно-сосудистые заболевания. Многие пациенты спрашивают, а когда мы можем получить, когда может быть выписан рецепт. Дело в том, что когда пациент лежит в республиканском сосудистом центре с какой-то острой сердечно-сосудистой патологией, либо это перенесенный инфаркт, инсульт или острый коронарный синдром, данные об этом пациенте вносятся в электронную систему. Пациент из любого района, и там медицинская организация по месту прикрепления пациента уже знает, что этот пациент у них лежит. И по информационной системе медицинской уже все больницы знают, что такой-то пациент будет выписан к определенной дате. К этой дате уже терапевт должен быть готов к выписке данного рецепта. При приеме многих препаратов должны контролироваться параметры свертывающей системы крови. Это не должно оставаться бесконтрольно. Тем самым пациент находится под контролем участкового терапевта, и при возникновении каких-либо осложнений он может быть направлен на консультативный прием в республиканскую больницу, в консультативную поликлинику. Хочется еще добавить то новшество, которое мы ввели с 2020 года. У нас на базе республиканской больницы открывается региональный центр для больных с хронической сердечной недостаточностью. Это обязательно. Это было рекомендовано кураторами Минздрава Российской Федерации, которые приезжали и очень высоко оценили работу регионального сосудистого центра. И рекомендовали нам для беспрерывного наблюдения за этой категорией больных открыть этот центр. Мы открываем на базе республиканской больницы этот центр, а также в районах Зеренчугском, Карачаевском, Малокарачаевском, Хабесском будем открывать кабинеты для наблюдения больных именно с хронической сердечной недостаточностью и другими нарушениями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые позволят открытие и налаженная работа этих кабинетов и центров позволит нам максимально предотвратить те грозные осложнения, которые и дают высокие показатели смертности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова